449 день войны и свежая сводка с русланом левивом новые обстрелы проведенные россии количество кинжалов которые у россии осталось и сколько на их производит в месяц а также что происходит в бахмуте где украине удалось еще занять некоторое количество позиций на флангах но и в целом более подробно говорим о том что поменялось бахмуте за последние несколько недель украинская техника западная техника который стоит на вооружении украины сейчас продвигается к фронту очевидно ближайшее время готовятся активные боевые действия обо всем этом и многом другом сегодняшней сводки вы можете поддержать ее лайком комментариям подпиской или поддержать и почему или вместе с этим поддержать канал на патреоне ссылка будет в описании ну а вот наш разговор с русланом леви его как я вчера и говорил у нас складывается такая печальная статистика что мы каждый день начинаем с обзора очередного ракетного обстрела и этот день эта сводка она не исключение можно затронуть в том числе обстрел который был не только вот сейчас вечером ночью но и вчерашним днем о котором говорил и зеленские в своем обращении это обстрел поселка зеленовка в херсонской области где снаряд прилетела около магазина сколько это было днем то естественно там было много гражданского населения народа и в результате этого обстрела три человека погибло в том числе пятилетний ребенок в том числе несколько человек они ранены и сейчас находятся там в тяжелом состоянии очередное такое российское военное преступление также было сейчас уже более свежих обстрелов скажем так обстреляли района одессы есть фотографии последствий видно что попали по какому-то промышленному объекту какой-то склад или что-то вроде того и там тоже один человек погиб а еще двое ранены опять была попытка атаки на киев ракетный пока что вот на момент записи сводки мы не знаем какой типы выражения применялись мы просто знаем что была воздушная тревога работала противовоздушная оборона опять говорят что вроде как все летящие объекты в сторону киева были сбиты падали обломки вроде бы пока что пострадавших нет по крайней мере на момент записи сводки мы об этом не знаем чуть позже я еще коснусь снова вернусь к теме кинжалов она сейчас пока что давайте поговорим про бахмут во первых папа ситуации там мы как всегда параллельно смотрим маза о том что говорят про бахмут и пророссийская сторона и украинская сторона том числе вагнер пригожины и прочее так вот военкор симонов или симонов и не за как правильного фамилия произносится который чуть ли не как мне кажется видимо работает прямо напрямую с группировкой вагнера публикует очередную свою карту на которой мы отметили что они сообщают что российские силы от конкретной армии россии потеряла еще некоторые позиции около клещеевки вот здесь у них начнут вытрачено подразделениями армии россии 16 мая 23 года то есть мы видим что там украинские силы продвигаются в целом зачищают территорию к югу от трассы т-0504 идущие от бахмута через ивановская и дальше в сторону константиновки поскольку есть у российских сил необходимость противодействия такому развитию ситуации ну то есть в каком смысле сейчас вот это отодвигание российских сил от трассы т-0504 позволяет украинским силам восстановить некоторое такое сообщение между константин в общем между тылами и украинскими силами находящимся в бахмуте чтобы это как-то пресечь российские силы сейчас наносят удары по мосту который находится в ивановском и вот подражение этому есть видеозапись где бьют по мосту в ивановском чтобы хотя бы местами дорога дорога стала бесполезно чтобы приходилось дорогу как-то объезжать по полям или по другим местам вот собственно здесь по этому кадру уже сразу опознается знакомое место ивановская вот таким образом пытаются российские силы этому противодействие продвижению украинских сил ну и что более важно я бы отметила сейчас по части бахмута крис миллер известный журналист который работает financial times и находится в киеве я давно его читаю я общался несколько раз но кстати скоро летом выходит у него книга про эту войну в украине он опубликовал спутниковые снимки максар сравнив точнее взяв на спутниковые снимки за какое-то число получается сейчас скажу точно за 8 мая 22 года город бахмут и за 15 мая 23 года город бахмут то есть плюс минус ну почти ровно год разницы между спутниковыми снимки снимками и что мы собственно них увидим вот снимок обычно вроде нормальный город когда уже упал масштабное вторжение уже идет в мае прошлого года и вот бахмут прямо сейчас видите все здания уничтожены то же самое здесь по частному сектору еще хуже то есть все небольшие здания они полностью их сравняли с землей то есть на практически вообще ничего не осталось от частных домов от многоэтажных домов остались в основном такие островы то есть они тоже полностью разрушены как видите одни стены в основном несущие остались если остались вообще то что многие из этих домов просто почистую сносили и от них ничего не оставалось и земля на тоже полностью вся выжидно вот такие кадры мы видим сейчас на спутниковых снимков есть том числе и кадры с земли снятые кем-то из пророссийских корреспондентов как я понимаю здесь я бы отдельно отметил вверх опять мы видим полностью уничтожены все здания но как видите уничтожен даже растительность то есть фактически то есть и так было понятно что к этому все идет но сейчас можно констатировать что города бахмут больше не существует то же самое это произошло и с городом попасная еще в прошлом году опасно это было как раз по направлению дальше на бахмут после попасной а мы прекрасно помним что попасный тоже полностью уничтожены попасть на больше не существует и оккупационная администрация тогда говорила что они приняли решение не восстанавливать город попасть на его больше просто больше уже не будет судя по всему похоже судьба ожидает и сама города бахмут то есть возможно в будущем когда-то после окончания войны украинские власти решат как бы снова возродить бахмут но это вот тогда уже будет речь идти не о восстановлении а отстраивание с нуля когда у вас нет вообще ничего на месте там где был город ну как видите нет ни зданий ни растительности вообще ничего не осталось просто выжженная абсолютная земля вот такое вот освобождение украинского населения по версии российских властей видимо и нам в будущем россиянам предстоит на все это находить деньги ресурсы чтобы все это все восстановлю то что творит сейчас наша российская власть по части самого бахмута вот но скажи пожалуйста надо на данном этапе в целом ты как себе представляешь ближайшие военные действия в бахмуте то есть исходя из нынешних обстоятельств как ты это видишь ну то есть какие сценарии я встречаю до сценарий 1 там группа вагнера захватывает бахмут целиком на затем из него например уходит есть предположение там условного котла в который берут вагнеров хотя опять же при постоянных рассказах про котлы в этой войне мы не видели ни одного по крайней мере на моей памяти ну наверное можно как-то мариуполь дайп считать котлом но если так прям сильно огрублять в общем из того из той картины что ты видишь сейчас какую бы там будущую перспективу ты по крайней мере для себя отрисовываешь вообще тем же самым вопросом задаются в том числе те с украинские солдаты которые находятся сейчас на позициях в самом бахмуте и рядом с ним потому что они каждый день фактически получать приказ держать дальше держать дальше держать дальше потому что еще не все вооружение прибыло еще продолжаем искать дополнительную военную помощь от западных союзников поэтому надо продолжать держать эти позиции и это означает для всех этих солдат что там завтра еще кто-то из из их сослуживца погибнет послезавтра еще и после после завтра еще из тех которые ты видишь там каждый день и поэтому они тоже я вижу потому что трэду татаригами украинского военного тоже задаются вопросом что и когда будет дальше и понятное дело что здесь все упирается именно что какая отмечают в политику в плане того как как быстро будет принято решение о поставке дополнительных боеприпасов как быстро эта поставка произойдет и каких конкретно боеприпасов но если представить что все пройдет все пойдет быстрее каким-то образом именно вы сама поставка и будет достаточно боеприпасов то наверное будут продолжать развивать те направления которые и нам казались логичными о которых казал говорил пригожин в плане того что в районе клещевки дальше эти снять к юго-западу от бахмута чтобы украинские силы отодвигали российские силы и по направлению от берховки где берховская водохранилище там тоже продвигаться и тем самым как постепенно постепенно приходите к окружению бахмута будут ли в этой обстоятельстве вагнеровцы выводить свои силы и каким-то образом заменять на силы минобороны россии предсказать невозможно тем более что даже если есть такое желание самого пригожина как бы не факт что минобороны по пошлет туда свои силы и согласиться на это а если пригожин самовольно ставит позиции и что придет к рассыпанию фронта то тут будут непредсказуемые последствия для него самого в том числе в плане юридических какие-нибудь и другие я думаю пригожин сам это прекрасно понимает потому и пошел на попятные потому мы сейчас вот с вами разговариваем 18 мая хотя помним обещание пригожин что там к 10 мая мы оставим позиции если ничего не изменится и вроде как ничего не изменилось для него он так говорит но вот уже на календаре 18 мая и они по-прежнему там как он говорит продвигаются поэтому явно это был такой больше блеф попытка надавить на российские власти на военных чиновников чтобы как-то усилили помощь группировки вагнера вот какая-то примерно такая наше мнение по части бахмута прямо сейчас его до этого района его дальнейшей судьбы скажи пожалуйста а извини последний вопрос в эту тему а за последнюю неделю с твоей точки зрения ситуация украинских войск в бахмуте около него стало лучше или хуже или не сильно изменилось пока каких-то серьезных изменений мы не видели то есть да мы видим вот эти отвоевывание позиций в районе тоже клещевка в районе берховки про который там пригожин говорит и и другие с чем конкретно это связано не ясно то есть с одной стороны видно что там довольно таки большое количество украинских сил то есть может может там успех связано уже как минимум с этим они допустим не с поставкой там масштабной поставкой западного вооружения может быть это еще дополнительно связано с тем что те подразделения армии россии которые держат эти фланги они составлены видимо из мобилизованных которые плохо мотивированы плохо обучены и не могут держать позиции поэтому есть разобщенность командование есть и поэтому тоже теряет позиции поэтому сложно сказать с чем связан вот текущий вот такой локальный успех высу в районе бахмута с изменением статуса кого планетам поставки вооружений еще чего-то или в связи с тем что дополнительные силы туда подвезли украинские неясно здесь крайне сложно судить учитывая что у нас очень ограниченный доступ к информации легче будет судить когда мы увидим это на масштабе когда это будет не настолько вот маленькие отдельные продвижения а вот в большем масштабе когда мы увидим значительные массивы там техники в том числе сухопутной наступающей и вполне возможно что мы это скоро увидим потому что я этого коснусь чуть ближе концу сотки когда буду освещать одно видео с боевыми машинной пехоты брэдли по части вчерашних событий кинжалов патриотов во-первых вышло странное заявление во-первых немного напомню предысторию вчера в ссу заявили что они перехватили все 18 ракет опущенных в сторону украины которых запустила россия в том числе 6 гиперзвуковых ракет кинжал на что тогда шойгу ответил что мы не запускаем столько ракет сколько заявляет в су перехваченными поэтому типа это неправда а сегодня точнее получается вчера уже для вас вчера уже минобороны заявила что в результате атаки именно гиперзвуковым комплексом кинжал они уничтожили одну рлс патриота и 5 пусковых установок то есть по сути получается 6 отдельных машин понятно дело что одним кинжалом уничтожить 6 машин невозможно потому что они же не стопкой друг на друге стоят они разнесены по пространству поэтому одним кинжалом уничтожить 6 единиц невозможно поэтому получается такое некоторое противоречие позавчера между капучи во время позавчера получается минобороны заявляла что они не запускали 6 кинжалов а теперь они подтверждают что шестью получается кинжалами они уничтожили 6 машин получать не складно они врут как-то я не замечают такого противоречия но при этом есть и уже появилось обновление информации по части повреждений самого комплекса патриот стала конкретно известно со ссылкой на американские официальные источники об этом пишет cnn что конкретно рлс то есть радар патриота он повреждение не получил а это было бы более серьезно если бы все таки на этом родал бы радар был бы был бы поврежден вот я наоборот и пытается завести что якобы на радаром уничтожил вот он поражение не получил какие другие компоненты по комплекс патриот получили повреждение неизвестно но но повреждение настолько минимальный что их сам комплекс не только не придется вести в а в америку или куда-нибудь европу для ремонта но даже его даже не приходилось выключать выводить в оффлайн в плановый режим чтобы там для починки он продолжал работать как если продолжает сейчас дальше работать как есть то есть видимо действительно условно на уровне каких-то там взять царапин или повреждение какой-то обшивки что-то вот в этом роде это максимум повреждения которые были причинены еще по части всех этих кинжалов и патриотов хотел бы отметить что 6 января этого года министр обороны украины алексей резников он приводил данные украинской разведки что по состоянию на начало полномасштабного вторжения то есть до черта февраля прошлого года по их подсчетам у россии вообще изначально было 43 кинжала но к началу полномасштабного вторжения они смогли россия смогла произвести еще 20 кинжалов этого получается 63 но к моменту к январю этого года двадцать третьего года россия истратила получается 10 из них то есть получается оставалось пятьдесят три на едином на момент января этого года двадцать третьего года и сейчас по свежей оценки резникова у россии осталось 73 кинжала то есть мы по получается к этим 73 кинжалом мы добавляем 1 сбитые 4 мая и 6 сбитых 16 мая то есть еще 7 этого получается 80 и это если мы доверяем заявлением украинской стороны что именно именно 6 кинжалов было сбито вот при последней атаке ну а тот сбитый кинжал мы видели прямо в виде обломков которые кричко демонстрировал так вот если верить этим цифрам то получается согласно данным украинской разведки что с период с января двадцать третьего года по май двадцать третьего года россия смогла произвести 27 кинжалов то есть примерно 7 кинжалов в месяц и даже если мы начинаем сомневаться в данных украинской стороны что они сбили 6 кинжал допустим давайте поделим даже на два типа 3 кинжала забили все равно получается весьма невыгодный такой размен для российской стороны то есть они ничего не уничтожили российская сторона максимум там слегка поцарапали какие-то компоненты комплекса перед так что даже не пришлось его выключать вот а в итоге несколько так несколько кинжалов истратили которых они могут произвести того ну примерно 7 штук месяц получается совсем не разноценный обмену совсем абсолютно невыгодная схема получается для россии и это как бы хорошо но с другой стороны так же хотелось бы осветить трет профессора джеффри льюисом это не какой-то случайный человек из интернета это очень известный уважаемый эксперт в западном сообществе он в том числе работал как правильно перейти на русский язык как я понимаю группа советников при госдепартаменте по части именно национальной безопасности он много исследовал различные факты применения комплексов патриот во время войны в заливе 1990-1991 году он исследовал факты применения комплекса патриот при саудовской аравии когда они перехватывали иранские ракеты пущенные из йемена и во первых он припоминает инциденты войны в заливе 90 и 91 года тогда американская армия заявляла что они перехватили с помощью комплекса патриот они перехватили 45 из 47 пущенных и иранских и иракских точнее иракских баллистических ракет скат вот но позднее американская армия призвала переоценку и снизу в число что на 50 процентов что на самом деле все-таки полы примерно половину из пущенных иракс их ракет комплекс патриот смог перехватить и при этом высокую верность то что факта сбития этих ракет был они смогли выразить только по части вообще четверти из опущенных и иракских ракет дальнейшем было еще отдельные дискуссии в правительстве сша расследование палаты представителей которые привело к такому итогу что оказалось что доказательств того что патриот смог сбить иракс и ракеты было там в единицах случаях по войне по войне заливу да и даже по этим кейсом есть там серьезные сомнения но важный момент заключается в том что в 90 первом году не было модификации пак-3 как раз таки в те времена те модификации патриота они были рассчитаны на перехват таких летящих объектов как допустим советские какие-нибудь истребители то есть они не были рассчитаны на перехват дальнобойных баллистических ракет именно по итогам тех событий 90 91 года были учтены все ошибки и появилась модификация пак-3 которая сейчас собственно как минимум она точно тоже тоже есть у украины прямо сейчас и витамина именно пак-3 он способен перехватывать различные дальнобойные баллистические ракеты также джоффри льюис упоминает заявление саудовской аравии от марта 2018 года что якобы комплекс патриот перехватил все иранские ракеты запущенные из йемена и тогда он джоффри льюис вместе со своими коллегами смог исследовать только два кейса из заявленных по перехвату ракет и в обоих случаях они пришли к выводу что никакого перехвата не было то есть есть такой некий момент связанные в том числе с официальными позициями этом американских военных и других военных что ну как это все себя характерно для всех сторон что заявляют больше чем есть на самом деле порой даже не обладая достаточными данными доказательствами того что реально какой-то перехвата был тем не менее джоффри льюис как бы подводит такой итог что несмотря на вот все такие вот спорные моменты вот и он там отдельно говорит что типа можно ли говорить что прибытие комплекса патриот прямо серьезнейшим образом меняет безопасность украины он отгрыше типа сомнительно но вероятно и подводит общий итог что тем не менее все таки патриот она да вот когда модификация пак-3 способна перехватать такие ракеты как я тот же кинжал но собственно по кейсу 4 мая мы прям видим прям конкретные доказательства что кричко прям демонстрировал обломок боевой части с пробитием то есть мы видим факт доказанное поражение просто нужно понимать что все таки как я и ты говорил вчера комплекс патриот это не какое-то чудо-оружие которое стоит стопроцентной защиты и можно там как у как у бога за пазухой быть ощущать себя это все-таки не так и патриот тоже можно поразить особенно если когда идет речь о такой ситуации когда лидит огромное количество ракет одновременно и вам все их надо одновременно перехватать идет перегрузка системы противовоздушной обороны вот таких случаях это сложно но отдельно тоже также игорь джифри льюис что все равно как мы видим обмен для россии совсем не равнозначно даже если бы они смогли уничтожить допустим одну пусковую установку комплекса патриот все равно потратив на это такое количество дорогих ракет это было бы не выгодно для россии поэтому в этом плане для россии то там совсем не выгодно то о чем я вот в самом начале обещала сказать в контексте будущего контрнаступления появилась видеозапись где мы видим трал который везет боевую машину пехоты брэдли куда-то в сторону линии фронта то есть теперь мы эти бмп видим уже не просто на каком-нибудь полигоне в украине где украинские военные обучаются управлению этой машине а уже прям как и конкретно едут в сторону линии фронта ну и понятное дело что в сторону линии фронта они не для того чтобы там стоять и красоваться для того чтобы участвовать боевых действий поэтому все больше и больше отдельных таких косвенных моментов мы видим в который нас наводит на мысли что вот-вот контрнаступление начнется мы помним удары с помощью шторм шедоу удары по пунктам управления мы помним работу как мы предполагаем больше больше верны комплекса украинского повод разбил 4 летательных аппаратов брянской области теперь мы видим прибытие конкретно сухопутной техники куда-то в сторону линии фронта поэтому видимо скоро все начнется также по части истребителей новость от польши что они передали почти все свои истребители миг-29 а пока что известно о 14 переданных из 28 обещанных и поэтому пока что они не готовы предавать свои f16 об этом сказала президент польши анджей дудо и тоже из интересного появились фотографии впервые подтверждающие однозначно что на вооружении украинской армии есть турецкие кассетные боевые снаряды м-483 а 1 калибра 155 миллиметров а производство турецкой компании мк е напомню что хоть этой кассетный боеприпас украина как россия не является участником конвенции о запрете применения кассетных боеприпасов и соответственно если кассетный боеприпас применяется по военному объекту по военным позициям не в черте города не по гражданским массивом то в этом военных преступлений не возникает никаких нарушений не возникает по части того что суб боеприпасы могут не разрываться оставаться на земле и превращаться по сути в мины вот в почти этого я не знаю статистики по конкретно этим турецким боеприпасом насколько они эффективны плане самоуничтожения и плане самоуничтожения тех суббой боеприпасов которые не сработали штатно вот этого момента я не знаю также интересный такой факт по части техники еще один появилась а фотография здесь мы видим а советское зенитное орудие с 60 установлено на шасси советского бронированного тягача bts-4 которая не известный телеграм-канал военный сведомитель не верно опознал написав написав что это на шасси танка т-54 это вовсе не так но принципе ожидаемо что военный сведомитель ошибается то что как мы видим большую часть деятельности а чего чем он занимается то воруют чужой контент чтобы что еще хуже что они там не ставят ссылки на первоисточнике поэтому неудивительно что не ошибается ошибать своей идентификации его конверта этого машина скажем так то есть советское зенитное орудие на шасси bts-4 светилась на вооружение армии россии вот такие поделки тоже уже теперь встречаются на линии фронта по части мобилизации несколько новостей которые я хотел бы дополнительно светить которые были в нашей мобилизационной сводки тоже это продолжается вот этот не на мой взгляд абсолютно не разбериха в плане вот этого когда начнут действовать электронные повестки и действуют ли они уже сейчас или нет но насколько они сейчас обязательны или не обязательны напомню что каждый раз возникает одного типа заявления от каких-нибудь военкомов которые говорят что там чуть ли не сейчас уже мы начнем рассылать и уже будет обязательно тут же начинает опровергать мин цифры называя свои сроки и тут же возникает там еще какие-нибудь комментарии депутатов которые называют там вообще третье сроки и поэтому возникает как абсолютно неразбериха и вот сейчас глава мин цифры максуд шадаев он сказал что реестр военобязанных которые с точки зрения закона он на это такой обязательный элемент для того чтобы электронной повестке начали работать без реестра электронная повестка не является обязательным типа типа вот так вот вот так заявится с точки зрения закона так вот глава мин цифры говорит что этот рейсер заработает быстро уже к осеннему призыву то есть примерно в октябре двадцать третьего года этого года однако при этом то что он заявляет расход в расходится с документами постановления правительства россии которые были обнародованы в начале мая потому что документ предполагал три этапа внедрения этого самого реестра первый этап с 1 июля по 31 декабря этого года чтобы создать саму базу как таковую в двадцать четвертом году впервые вести реестр в эксплуатацию и только с 2025 года начать полноценную работу и вот кому здесь верить то ли военкома который говорит что типа чуть ли уже сейчас все начинается электронной повестке то ли мин цифры которые говорят что типа ну коси начнем то ли правительство которые говорят что типа только в двадцать пятом году так что не волнуйтесь я бы относился к этому так как я говорил на всех предыдущих сводках по этой по этой теме что при желании они начнут использовать эти электронные повестки прямо сейчас уже говорят что типа они действуют что они что не имеют юридическую силу даже если при этом соответствии с документами это будет не так вот я думаю так этом следует относиться на мой взгляд еще одна новость и которая мне напоминает такие ощущения чечни депутаты от коммунистической партии они внесли в госдуму законопроект который предусматривает ведение дополнительного сбора с граждан в размере одного процента с чека при посещении ими ресторанов баров ночных клубов и этот один процент с каждого чека он пойдет фонд поддержки семей участников войны с украиной фонд который называется защитники отечества который был создан по поручению владимира путина почему я говорю что это мне для меня все таки ощущение чечни потому что я много читал расследование разных российских независимых журналистов по расследованию фонда ахмата кадырова о том как он наполняется и по установленным материалам известно что во многом наполняется за счет таких принудительных отчислений со зарплата бюджетников в чечне там каких-нибудь муниципальных служащих и чем чуть ли не учителей которые часть своей зарплаты отдают в этот фонд из которого потом кадыров покупает всякие мерседес и раздаривает им своим там спецназовцам всем этим телохранителям и прочим 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 жеребцов покупает поговаривают жеребцов покупает у украинских спецслужб как он говорит вот так что поэтому игру что типа как-то точно напоминает мне ощущение как будто мы россия превращается в чечню вот так вот еще по части зерновой сделки появилась информация изначально от президента турции эрдогана который сказал что зерновая сделка продлена там было поначалу сначала такой первые первые сообщения появлялись в информационной среде говорил что типа якобы там россия будет противодействовать продлению зерновой сделки после заявления эрдогана что типа это не так но потом появилось официальное заявление министерства иностранных дел россии который сказал что типа да зерновая сделка продлена она будет будет дальше работать до 18 июля и это же подтвердил министр инфраструктуры украины александр кубраков что экспорт зерна продлили до 18 июля ну и последняя новость нашей сегодняшней сводки немного связанная с ковидными временами я думаю кроме я как человек который много лет прожил москве помню прекрасно двадцатый год когда создали создавать строили в новой москве такие гигантские как можно финзать полевыми для комедарий да где будут держать в такой изоляции тех кто заболела к видам в расчет на то чтобы будет большая нагрузка на систему здравоохранения так вот поскольку пандемия коронавируса в мире официально объявлено что она закончилась это официальное заявление северная организация здравоохранения так вот эти всю инфраструктуру решили перепрофилировать под лечение раненых вагнеровцев конкретно есть информация издания источника осторожной новости про село вороновское которое является находится внутри новой москвы где находится вот тут самой ковидарий и да самая коммунарку туда переводят том числе московские персоналы с московских стационаров и там будут лечить раненых военных и наемников вагнера и почти все там пишут что это бывшие заключенные описывать что просто так теперь там в госпитале не попасть на входе стоит несколько блокпостов и у всех посетителей проверяют документы мне особенно интересно что будет происходить с теми бывшими заключенными мы же знаем что они по документам они помилованы поэтому если они не воюют то они могут спокойно перемещаться по территории россии никакой и полицейских не остановит и ничем как бы не предъявит и тут получается что вот они повоевали получили ранения полечились в москве и явно они дальше будет дальше оседать как-то москве поэтому ожидаю что в москве тоже криминальная статистика она пойдет резко вверх после этой новости вот такую информацию мы собрали за последние сутки это вот основные события произошедшие за сутки спасибо тебе большое и увидимся уже завтра всего доброго пока это вот и и и и и